Стали известны результаты выступления наших спортсменок. Ирина Баймолкина завоевала бронзовые награды в рывке и в сумме двоеборья. Наталья Хлёвскина стала абсолютной чемпионкой России в весовой категории до 58 килограммов. Ей не было равных в рывке, толчке и в сумме двоеборья. Эта победа обеспечила путевку на мировое первенство. Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с президентом Федерации тяжелой атлетики России Максимом Агапитовым. Речь шла о перспективах развития этого вида спорта в республике и в стране в целом. В Чувашии тяжелая атлетика на особым месте. Этому виду спорта отдают предпочтение более 500 жителей республики. Мы детско-юнужские спортивные школы не закрывали, проводим определенную оптимизацию. В девяти школах практически сегодня этот вид спорта является базовым. Есть тренеры. Самое главное, нам надо обеспечить, конечно, для Федерации тяжелой атлетики России качественно, чтобы до отборочных матчей наши могли попасть в сборную команду Российской Федерации, чтобы смогли защищать честь нашей любимой России. Штангисты нашей республики с успехом выступают на чемпионатах разного уровня во всех возрастных группах. Это отметили и гости. Мы видим, что здесь есть у нас хорошая команда, которая способна развивать этот спорт в республике. Способна его вывести на самый высокий уровень. Есть ученики, ученицы, которые претендуют на то, чтобы быть членами национальной сборной. И мы хотим сюда подключить научную группу методистов, фармакологов, чтобы мы составили правильно всю подготовку. Мы все это проработаем, согласуем с главным тренером и будем идти по этой карте. И посмотрим, 18-19 год выполняется, все соответствует. Значит, вероятность того, что в 2020 году намеченная цифра в сумме рывка и толчка будет поднята, мы будем уверены, что так оно и будет. Кстати, в состав сборной команды России в 2017 году включены 11 спортсменов из Чуаши. Я могу точно уже сегодня вам сказать о том, что два вашего представителя, это Мохина Баймалкина, будут участвовать на персии Европы. Еще одна наша землячка Наталья Хлесткина готовится к выступлению на чемпионате мира. А у Александра Козлова есть все шансы попасть в основную сборную команды страны. У вас есть на какой оперец? У вас фамилия Ивановых, у вас это фамилия тяжелоатлетическая. Они творят то, что на зависть другим, понимаете. Тем более сейчас в ДАЛО строится 500 человек, занимающихся, в некоторых городах 30-40, понимаете. Это уже говорит о том, что перспектива тяжелоатлетики есть. На встрече коснулись и вопросов развития тренировочных баз и спортивных залов. Уже сегодня в Чебоксарах ведутся активные работы по восстановлению зала тяжелой атлетики. К декабрю 2017 года объект должен быть сдан в эксплуатацию. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика.